Открытая студия Здравствуйте, Ирина Телефон прямого эфира 9945 Также вы можете писать нам сообщение на мессенджере ватсапа Плюс 7 921 708 2006 Итак, пожалуй, начнем с вами с главной темы Самообсуждаемая традиционно болезненная Начало отопительного сезона Итак, как он начался, какие проблемы были, как прошел И, конечно же, сообщите нашим зрителям И радиослушателям о том, куда звонить, если отопления до сих пор нет Да, всем добрый день Ну, я хочу отметить, что действительно запуск отопительного сезона Это, как правило, самая напряженная наша пора Вот сейчас вот по осени И весь сентябрь фактически мы заняты тем, что мы сначала ждем окончания подготовки всех домов Вот конец августа и начало сентября Традиционно все стараются подготовиться к первому сентября То есть все дома должны быть готовы к первому сентября Получить паспорта к готовности И, соответственно, должны быть готовы к запуску Потому что есть такие истории, да И бывают такие года, когда приходится запускаться прямо с первого сентября Да, 17-й год, например, у нас был очень холодный Ну, в целом, паспорта к готовности у нас были почти готовы по всем Вот, но запускались мы действительно в этом году где-то с 5 по 13 число Мурманск у нас 12 сентября запускался Все-таки там природа дала нам еще немножко несколько дней Но в целом, конечно, как обычно С одной стороны в штатном режиме С другой стороны мы понимаем, что было несколько нештатных ситуаций Были, например, дома, которые были в Капремонте Были в Кандалакше, которых не успели проложить теплотрассу к домам Минобороны Бывшим И, соответственно, вот, да, как бы такие истории по нескольким отключенным домам были Мы их оперативно очень решали Вот, в прям таком жестком, прям оперативном режиме Практически круглосуточно работали все службы 22 числа с сентября нужно отметить, что все, у нас теперь неподключенных домов к отоплению нет То есть можно свободно дозвониться на горячую линию Потому что, вот, допустим, в моем доме тоже были некоторые проблемы Я пыталась дозвониться, линии были перегружены Сейчас такого нету, да, свободно можно дозвониться То есть можно сказать о том, что везде тепло Да, то есть когда, конечно, для каждого человека Я всегда говорю, да, история каждого человека Когда у него нет отопления в квартире, да, или ему просто холодно Да, вот не работает, например, стояк в большой комнате Воздушная пробка, там в батарее еще как-то какая-то ситуация То, конечно, человек зачастую, есть такие обращения Вот, наш дом не подключен к теплу То есть дома все подключены Это однозначно с 22 числа у нас уже все работает Но вот, горячая линия тоже нужно отметить динамику Действительно, вот у нас горячая линия правительства Мурманской области по ЖКХ Это 8 800 250 78 25 Она есть у нас на сайте Она у нас была трансформирована из чистой весны Да, мы помним все, как мы работали по сосулькам, да, по сугробам Соответственно, потом уборка мусора И вот сейчас отопление Но в целом, это просто основная нагрузка А так, в целом, мы с 1 августа Вот у нас было поручение Андрея Владимировича Чибиса Губернатора Мурманской области Мы создали с 1 августа уже такую полноценную Постоянную рабочую горячую линию Которая принимает по всем вопросам И с 1 августа, конечно, у нас вопросов по отоплению не было Но вот если вспомнить, например, после запуска В сутки было до 450 звонков Сейчас уже, например, выходные было в субботу 11, воскресенье 5 За выходные произвели очень серьезный обзвон Сотрудники горячей линии Прошло смс-информирование с просьбой отзвониться Если у кого-то какие-то проблемы нерешенные Я просто хочу отметить, что в целом Не превышает количество в районе 30 звонков По разным вопросам Поэтому действительно уже с 400 до 30 Это уже, конечно, достаточно маленький объем И, конечно, можно дозвониться И уже есть такая серьезная тенденция к снижению Потому что смс-информирование прошло Значит, что у нас все люди подтверждают В основном закрытие заявок по отоплению Ну вот такой сложный период Когда у нас начало учебного года Все возвращались Нужно, конечно, обеспечить всех теплом А сейчас идет следующий сложный период Уже у нас первый снег за окном Управляющие компании Сейчас у них какая возложена ответственность Что они должны сделать Как должны подготовиться к этому первому снегу До первого снега Что они должны были сделать Уже, мне кажется, должны были Да, действительно Ну, во-первых, конечно Устранить все вопросы по отоплению Несмотря на то, что заявок уже очень мало Но они все-таки есть И мы говорили на оперативном совещании То, что у нас было порядка По области, да, порядка 50 проблемных стояков Но если мы говорим о том, что у нас порядка 350 тысяч квартир, да, не по одному стояку То, конечно, процент это очень маленький И в целом это уже остались такие точные заявки У кого-то, например, батарея не промылась Да, в результате промывки дома У кого-то еще какая-то проблема, да В основном вот эти все остаточные истории Связанные с стояками Они у нас связаны с недоступом Мы понимаем, что не все люди приехали, да К началу сентября Многие задерживаются И, например, ну, есть такая особенность Что на пятых этажах, в хрущевках Нужно, например, просто открыть кран, да Для того, чтобы стравить воздух Это обязательная процедура Без нее просто зачастую стояк не заработает То есть либо нужно подать такое давление Которое порвет просто все трубы Для того, чтобы пробить эту воздушную пробку Либо нужно стравливать воздух Изначально он уже технологически там предназначен Соответственно, в управляющей компании Сейчас основная задача первая Это, конечно, доработать все вопросы по отоплению Потому что у нас не должно быть никаких проблем, да Мы понимаем, что в момент запуска отопления Нужно очень жестко контролировать Как работают инженерные сети Потому что еще в момент запуска Где-то мы понимаем, что и дома промывали, готовили Но мы знаем, что не все управляющие компании добросовестные И иногда это не добросовестность как бы сознательная Иногда это просто отсутствие специалистов Я просто хочу отметить, что в целом Сфера ЖКХ мы все знаем У нас во многих отраслях кадровый голод У нас вот этот провал еще в 90-х Когда у нас мало инженерных специальностей было А почему сейчас такой провал? То есть сейчас вот как бы получается У нас очень большой дефицит кадров в ЖКХ Реально очень мало приходящих в основном Это старые кадры, да, и инженеров очень мало А почему не хотят работать? Не хотят, вы знаете, это тоже как бы вопрос о том Что если все время говорить о ЖКХ плохо, да, то туда, ну, как бы и хорошие специалисты не пойдут Если вам все время, ну, условно, да, по-человечески давайте подумаем Если все время человеку говорить гадости, наверное, он не будет как бы об этом, да, ну, не будет доволен такой ситуацией Тут такая же история То есть так как это все равно, да, вот та ситуация, о которой мы говорим Все плохие, да, управляющие компании плохие И зачастую я даже сталкиваюсь с тем, что люди говорят Я не пойду работать в управляющую компанию, потому что они все плохие, да Вот, все плохие, я не пойду Я вот инженер, ну, я пойду куда-нибудь в другую Ну, а на самом деле как обстоит? На самом деле вся ситуация, ну, вообще все управляющие компании разные Такие же, как и люди, да Управляющие компании не работают какие-то люди, да, как бы с другой планеты Это те же самые наши жители, да То есть в любой управляющей компании вы понимаете, что работает там ваш сосед, какой-то друг там, да Или еще там какой-то ваш знакомый, да, родственник и так далее То есть это те же самые люди И они обслуживают наши дома Есть точно так же, как среди всех людей, да Есть плохие, есть хорошие, есть плохие действительно управляющие компании С которыми мы очень жестко работаем И мы постоянно отзываем дома Я постоянно там подписываю те же самые, да, приказы об отзыве домов из лицензии И мы понимаем, что там есть некая бесперспективность работы, да И жителям иногда зачастую советуем перезбрать управляющие компании Но есть управляющие компании, на которых минимум жалоб, они стараются работать И если даже иногда у них какие-то бывают истории проблемные То это, как правило, связано с совокупностью факторов, да Недоступ, вот то, что я сказала, о потоплении Недоступ в квартиру, да, невозможность попасть Или еще какие-то там, ну вот, подали повышенное давление, да Где-то у кого-то прорвало трубу, нужно отключить стояк То есть тут ситуация очень многогранная Ну вот все-таки, как говорится, все люди Но я считаю, что управляющая компания, это такая организация, которая несет какие-то обязательства То есть тут уже, да, нет человеческих отношений Естественно Да, если вот происходит такое, что жителей не устраивает то, как работает управляющая компания Никто скидку, конечно, не делает Да, да, да На человеческие, это, понимаем, как в любой работе, да То есть никто никогда не делает скидку Я просто говорю о том, что есть вот такая тенденция Вот, потому что понятно, что мы платим деньги, обязаны обслуживать дом Обязаны обслуживать так, чтобы у нас было свет, вода, отопление, да Электричество, чтобы у нас было прибрано, да И чтобы у нас там вывозился мусор Естественно, мы платим деньги за эти услуги Мы должны, собственно говоря, получать качественную услугу Но что касается, безусловно, там управляющих компаний Как я уже сказала, ну все разные, да И если что-то не устраивает, лучший вариант Конечно, есть такие вот варианты, когда уже мы только идем по своим административным делам И, соответственно, например, за два неисполненных предписаний отзываем дом из лицензии Дом уходит на конкурс в этом случае Либо жители выбирают компанию Либо чаще всего в 99% случаев дом уходит тогда на конкурс Раз мы его отобрали у другой управляющей компании Он уходит на конкурс, и там уже, как говорится, кто выйдет, да Но в целом мы, когда жители, особенно если есть активные жители Вот, значит, мы очень активно поддерживаем институт советов домов И говорим, если действительно вы не можете создать ССЖ Ну, нету никого такого, кто мог бы взять на себя такое бремя Но у вас есть совет дома, активные люди У вас есть все возможности перезбрать управляющую компанию Это лучше, почему? По двум вопросам, да Первое, вы сами выберете, то есть в конкурсе выйдет Кто выйдет, тот и выйдет, да Вы потом дальше будете опять выяснять, она вас устраивает или нет И второе, можно заранее обговорить правила игры, да То есть вы приходите в управляющую компанию, которая вас устраивает И вы намечаете план работы И тогда уже есть понятное, что, ну, как бы, что вы потребовали И в управляющей компании есть понятный список, чего хотят от нее жильцы Потому что если жильцы с управляшкой не общаются, управляшка делает то, что считает нужно А вот скажите, у нас вообще есть какая-то альтернатива? Допустим, мы уже, ну, вот, в моем понимании, что у людей есть такой стереотип Вот, допустим, один район у нас принадлежит одной управляшке, второй, второй, третий, третий Вообще есть такие альтернативные, которые вот на рынке новые, может быть, появляются? Или у нас все-таки вот такой статичный рынок, выбор управляющих? Он, конечно, с одной стороны немного статичный И особенно в области, да, в области вообще в целом это как бы одни и те же Ну, можно сказать, там, вот на примере Умбы, да, там много лет был МУП, он обанкротился Вот кто туда? 120 километров, мы понимаем, что это сложно И что же они делают? Да, ну, там сейчас ООО создалось, да, и как бы вот в том числе как бы муниципалитет там активно способствует Да, потому что все-таки управляшка была Вот, но в целом такого, чтобы прям вообще вот управляющая компания Однако правило первое, она работает, наверное, в рамках какого-то муниципалитета Мы это тоже понимаем Это связано не с тем, что какой-то есть делюшинг или еще чего-то Это просто технологические особенности, да Ну, это так же, как есть определенное там логистическое, да, плечо Если управляшка находится в Первомайке, то взять один дом в Ленинском районе, это сложно, да То есть вам придется тогда гонять технику через весь город Вот, но есть управляющие компании, которые, например, берут дома во всех трех районах по нескольку, да Но они в любом случае, понятно, что они их как-то пытаются компоновать Потому что тоже Первомайский район тоже большой, да И то же самое мы понимаем, что во время снегопада пригнать трактор с Крупской там на Беринга, например, да Это тоже, в общем-то, не самое простое дело, да Ну да, да, да Перегонять Поэтому есть определенное зонирование, оно больше связано, на самом деле, не с тем, что там кто-то с кем-то договаривается А, скорее всего, связано с технологическими вот этими особенностями Вот в том-то и дело Нужно ЖЭУ, ну, для того, чтобы рядом было ЖЭУ, для того, чтобы рядом были специалисты, для того, чтобы рядом была техника Поэтому, когда мы советуем жителям, мы говорим, вот вы живете в каком-то районе Вы, если хотите переизбрать управляющую компанию, походите по своему району, да Вот вы можете именно походить по своему району, ну, как бы сказать, из Первомайска, условно, не переходите в Октябрьский, да Так, у нас вот сейчас время уже рекламы И перед выходом на рекламу хотелось бы напомнить всем радиослушателям и телезрителям, что вы в открытой суде Сегодня главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова А меня зовут Элина Ким Телефон прямого эфира 994545 А в мессенджеры вы можете писать на WhatsApp Плюс семь, девятьсот двадцать один, семьсот восемь, двадцать ноль шесть А сейчас мы прервемся на небольшую рекламу и вернемся Никуда не переключайтесь Реклама В эфире вновь открытая студия и вторая часть программы, посвященная теме старта отопительного сезона Мурманской области Напоминаю, мы работаем в прямом эфире В студии по-прежнему я, Элина Ким И наша гостья, главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова Мы ждем, кстати говоря, у нас уже есть звонок Давайте его примем, послушаем Алло Здравствуйте Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста Представьтесь, как вас зовут? Я прожил в городе Мурманске по улице Воскольцу, дом 31 Зовут меня Александр Иванович Ну, все остальное я бы не хотел в прямом эфире озвучивать Это я могу вам рассказать после, так сказать, прямого эфира Конкретно телефон, данные свои Хорошо Ну, я понимаю, что сейчас вторая часть началась, программа по поводу отопления Ну, я бы хотел, так сказать, не смог дозаняться в первую часть У меня просьба к Алене Александровне К Алене Александровне Значит, наш дом 31 обслуживает управляющая компанией «Севжилсервис» Значит, у меня просьба, пожалуйста И сейчас я знаю, что у меня там лишили лицензии и прочее У меня просьба к Алене Александровне Пожалуйста, не трогайте нашу эту компанию «Севжилсервис» Потому что, что она не сделает, мы уже прекрасно знаем Вот А когда начнут менять эту управляющую компанию на другую Это будет лучше? Не будет Я это знаю по собственному опыту У меня мама проживала на улице Оскольцовском 22 Там сменилось 4 управляющих компаний Сейчас там управляющая компания «Альянсервис» Так вот, они каждый раз менялись Шум, гам, мы такие хорошие Били себя, грубо говоря, копытом в грудь Какие, что мы там вам сделаем все Сделаем вам тротуары и прочее Вы только проголосуйте Значит, когда я потом ходил по дому, спрашивал Говорю, вы подписывали какие-то документы? Все говорят, нет, мы ничего не подписывали Так вот, кроме, я к чему это То, что там кроме увеличения тарифов на обслуживание Вот эти, как мы помним, этот счет называется Кроме увеличения тарифов, ничего не происходило И вот до сих пор у этого дома, скольца 22, там ни тротуаров, ничего нет Хотя уже четвертая управляющая компания сменилась А какой вопрос? Просто, чтобы оставили в покое вашу любимую управляющую компанию? Да, я к ней никакое отношение не имею Я просто проживаю в этом доме Я еще раз повторюсь, что они не сделают, мы уже знаем А вот придет новая управляющая компания, опять поднимет тарифы И ничего опять не будет делать Вот что Поэтому оставьте, пожалуйста, эту Севжен-Северс Пусть она у нас висит с нами и работает Мы даже знаем, где технический участок Знаем телефон диспетчера Даже встречались с инженером Акимов Не помню, как фамилия Александр Иванович, вообще с вопроса понятно, спасибо большое Давайте дадим возможность ответить Алене Александровне Спасибо большое за звонок Александр Иванович, знаете, я хочу выразить вам спасибо большое За такое необычное на самом деле для большей части людей мнение И знаете, действительно, вот такой вдумчивый Вдумчивый, ну как бы поднят вопрос именно о том Что действительно не нужно просто так бездумно менять Потому что у нас ведь мы же меняем Как говорится, мы с лицензией Как бы сейчас подали в суд на отзыв лицензии Не по своему желанию, естественно По жалобам жителей У нас это была именно самая проблемная Одна из самых проблемных управляющих компаний в регионе Но то, что нужно вдумчиво И то, что не нужно как бы заранее верить тому Что там все, что рассказывают Это очень вот такой вдумчивый подход к тому Чтобы вот работать, ну как бы управлять своим домом И вот человек действительно глубоко понимает вообще На самом деле, что он собственник Что он знает, где у него технический участок Знает телефон Вот, и в этом смысле мы тоже в свою очередь дали вот возможность Да, у нас сменился там руководитель Как только мы предприняли определенные шаги По группе этой управляющей компании У нас там руководитель сменился Он наметил план действий У него, конечно, не все получилось абсолютно Но директор какой-то вот такой план действий Выхода из кризиса И даже был представлен этот план действий Он делает, выполняет и отчитывается сейчас То есть много, конечно, еще в том числе Зависит от конкретных людей Которые вот с таким чувством И там с какой-то ответственностью подходят к работе То, что просто бездумно менять Я согласна с этим абсолютно не стоит То есть нужно, конечно, подумать каждый раз Будет ли вас устраивать Это как раз то, что мы говорили А стоит ли тащить, например, вам из первомайки что-то понравилось Стоит ли тащить управляющую компанию Или стоит ли там друг друга уговаривать Расписывая какие-то нереальные высоты Которые управляющая компания Это можно просто чисто финансово посчитать Если она повысила условно на 3 рубля Вы умножьте эти 3 рубля на квадратные метры Получите там условные 5 тысяч рублей, например И представить, что она сделает за эти 5 тысяч рублей дополнительный месяц Все, что она обещает Значит, это какие-то слишком завышенные ожидания Очень большое спасибо за такой звонок Большое спасибо за активность, Александр Иванович А у нас новый наш слушатель или зритель Номер заканчивается на 36 Пришел такой вопрос Конечно, да, он меня тоже интересовал Вопрос к вам, Алена Александровна Пришли, отопление дали фактически 16 сентября Квитанции за сентябрь еще не пришли Я интересую, в квитанциях будет стоять стоимость за отопление за целый месяц Или все-таки нет И можно ли произвести перерасчет какой-то Чтобы платить фактически за подачу отопления в конкретный период Да, тут вопрос очень часто сейчас задают Особенно, когда у нас проблемы с запуском в какой-то конкретной квартире Первое, да, начнем с самого простого Как делается перерасчет? Перерасчет делается не за фактически, да, как бы за то, что там, например, стояк холодный Да, за температуру То есть 354-е правило предоставления коммунальных услуг Говорят о том, что мы замеряем температуру Она ниже 18 градусов И там есть определенные правила Каким образом при снижении температуры делается перерасчет по услуге Но это первая часть А вторая часть, это связано с тем, что если прибор учета, да, в доме То вы и так получите счета итоговые Мы знаем, что вот мы сняли, да, в этом году плюсовые перерасчеты Но минусовые перерасчеты все сделали абсолютно То есть в этом смысле с 16-го числа, например, да, до 16-го там были проблемы И шло пониженное теплопотребление То есть если есть прибор учета в доме, он это все зафиксирует И, соответственно, в следующем году вы получите перерасчет с учетом вот этого минуса Алена Александровна, еще у нас просто разрывается телефон Вот столько вопросов Здравствуйте Здравствуйте, это Александр Иванович Вы мои данные-то будете записывать конкретно? Давайте запишем, Александр Иванович А у вас какой-то вопрос или что? Нет, 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 просто... Ваши данные, ваш адрес записан Что-то вы еще хотели добавить? Не-не-не, все-все-все Только сказать, что я просто проживаю в этом доме Я не... К управляющей компании никакого отношения не имею Да-да-да, все, мы поняли, да, спасибо большое Я себе все записала Спасибо, до свидания Алена Александровна, у нас есть, да, что-то по поводу перерасчета, что-то еще добавить? Да, и я хотела сказать, что там, где у нас нет приборов учета, там перерасчеты вот только возможен такой в жилом помещении То есть, когда нет прибора учета, в принципе, у нас и так на самом деле, да, не полностью считается вот те 9 месяцев как бы отопительно Там немножко другой период, там есть средний период дней, норматив считается Поэтому мы, когда прибора учета нет, то мы платим все по нормативу И тогда возможен перерасчет только в конкретном помещении А вот здесь немножко вернемся тогда назад Вопрос как раз наличия совета дома Вот именно совет дома позволяет составлять такие акты И актировать, да, о том, что у вас не 18 градусов, а 16, да, составлять вот эти акты Подавать эту информацию управляющей компанией ресурснику для того, чтобы в конкретном помещении, если у вас до сих пор А как составить этот акт? В 354-х правилах, ну, чтобы мы, наверное, не углублялись в прямом эфире, да, посмотрите, пожалуйста, 354-е, они очень обширные Но там есть расписано, как это так нужно составить То есть подписывает там председатель совета дома и два собственника, да, и составляется акт о том, что у вас, например, 16 градусов И тогда от этого отчитывается определенная доля, на которую делается перерасчет Это в том случае, если нет общего домового прибора учета, ну, и в целом, да, по помещению перерасчет делается Вот, просто если прибора учета нет, то по дому потом невозможно факт потребления учесть Ведь у нас на самом деле точно так же июнь, да, мы топили до середины июня, но никто в июне плюсом, да, какие-то деньги тоже не получил, да То есть вне зависимости от того, короче сезон или длиннее, мы с вами, если прибора учета нет, мы платим по нормативу одинаково В какие-то годы мы проигрываем, в какие-то выигрываем, это факт оплаты, ну, как бы по нормативу, да А если есть прибор учета, то тогда серьезно зависит потребление от длины отопительного сезона Еще вот вопрос такой, когда, естественно, такой вопрос, который бьет по кошельку, мошенники часто подделывают документы, да, квитанции какие-то двойные бывают, что приходят Вот все-таки, как проверить на подлинность документы эти и как бороться вообще с мошенниками, если это возможно? Ну, если вернуться, например, к тому, что двойные квитанции, вообще у нас по управляющим компаниям последний был всплеск, это в 2014 году, до лицензирования Потому что с 2015 года у нас введена процедура лицензирования, и у нас сейчас огромный штраф, он даже превышает сбор управляющей компании по конкретному дому, да Нет смысла выпускать двойные квитанции, то есть если ты не в реестре лицензии, а мы перед тем, как бы включить в реестр лицензии, мы проверяем документы, которые подает управляющая компания И, соответственно, не просто так включаем в реестр лицензии новую управляющую компанию И только та, которая у нас в реестре лицензии, а он у нас открытый, можно на сайте ГЖИ посмотреть всегда, кто управляет вашим домом И, соответственно, только эта управляющая компания имеет право выпустить платежные документы Но часто, например, появляется, вот у нас именно не связана подделка платежных документов с документами управляющих либо ресурсников У нас, как правило, связана с поверкой приборов учета, да, мы видим вот эти вот Это, я хочу сказать, просто чистое мошенничество, там, где вам предлагают поверить срочно в вашем доме поверкой приборов учета Обращайтесь в Роспотребнадзор, это мошенничество К сожалению, время нашего эфира подходит к концу Напоминаю, что гостем сегодня у нас был главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова Алена Александровна, спасибо вам за интересную беседу Она, конечно, всех затрагивает Всего доброго, удачи вам в нелегком труде, потому что проблем всегда будет много Дорогие наши зрители, слушатели, на сегодня у нас все Встретимся завтра в прямом эфире в Открытой студии Всем спасибо, всего доброго и до свидания До свидания, хорошего дня всем Открытая студия